Девушки отдыхают Привет, подписчики канала Соло Скриптура. Я коротко скажу, что это за видео, которое я сейчас предлагаю вашему просмотру. Получается, всегда я у кого-то беру интервью, у меня еще никто не брал. И здесь мы начали давно уже общаться, примерно полтора месяца назад с бывшим чешским свидетелем Иеговым. Он был спецпионером. Но много о нем не буду рассказывать, потому что мы договорились, что в следующий раз я возьму у него интервью. А это интервью я даю для него, для его канала. И сейчас будет ссылочка на его YouTube канал, а также на его веб-сайт в Чехии. Он проводит активную работу по помощи бывшим и действующим свидетелям Иеговым. Ну, таким же образом он ведет канал на YouTube. И приглашаю, если кто-то понимает чешский, тоже просмотреть его канал. Всем приятного просмотра. Привет, Сергей. Привет, Петр. Я хочу у тебя взять интервью. Знаешь, Сергей, я слышал на твоем YouTube канале Сола Скриптура множество различных жизненных опытов с различными бывшими свидетелями Иеговы. Но я еще не слышал твой жизненный опыт со свидетелями Иеговы. Можешь нам рассказать, кто ты, так очень коротко на себе, например, и какие у тебя хобби и так дальше. Ну, я Радченко Сергей, родился в 1973 году. Пока еще мне 44 года, на момент интервью. Живу в городе Черкассы, Украина. Стал свидетелем Иеговы как крещеный возвещатель в 2000 году. Вместе с женой мы стали. И, ну, хобби какие у меня. Сейчас самое основное хобби, наверное, разоблачение свидетелей Иеговы. Вообще, очень любил заниматься видео. Всегда. И по причине того, что как раз у свидетелей Иеговы, ну, как бы показывать какие-то видео, то есть уже какое-то творчество, оно уже угнетается, ну, в каких-то речах. И не одобряется обществом, то, ну, я этим не занимался. У меня был канал на Ютубе, чисто там свои записи какие-то коротенькие выкладывал. Ну, как бы не развивалось. Ну, а всегда мне хотелось, ну, в видеомонтаже, в видеоделе как-то участвовать. Ну, очень такое любимое дело. Ну, это основное. Хорошо. Давай. Сергей, скажи нам сейчас, как ты узнал свидетелей Иеговы? Возможно, сказать, как ты в эту организацию просто попал? Скажи. Ну, дело в том, что очень давно, как только у нас родился сын, родился он инвалидом, инвалид детства, то у нас возникали вопросы, а что ж будет. Ну, как бы особенно жена, ну, она очень, ну, насчет этого переживала. И, кстати, к этому моменту приходили к ней домой, когда меня не было, свидетели Иеговы, приносили журналы. Вот. И до этого он в два года попал в реанимацию. Ну, я как бы так в сердцах пообещал, что я буду, если ты Бог существуешь, ну, такая у меня была фраза, то я буду тебе, как бы, служить, там, поклоняться. Ну, дословно, не помню. Вот. В плане есть, что если он спасет ребенка. И он 36 дней был в реанимации, ну, его спасли с огромными последствиями. Ну, вина вообще врачей там была. Вот. Ну, и таким образом у меня в памяти отложилось мое обещание. И однажды к нам домой пришли свидетели, как оказалось позже. Жена просто их пригласила на это время, когда я буду. Потому что они спросили, когда будет муж. Вот пришел один подсобный пионер, и с ним была пожилая общая пионерка. Ну, может, не сильно пожилая, тогда ей, может, лет 50 было. Вот. И она, они стояли в коридоре, позвала жена меня, я выхожу. Они вместо «Добрый день», там брат такой прямой, очень импульсивный такой, очень-очень горячий. И он так говорит, а что это у тебя висит плакат Ван Дамма, а на лбу написано 21%. Ну, я ему говорю, что это мы МВМ занимаемся, ну, такой сетевой маркетинг, и это цель наша, 21% достигнуть. Ну, тогда мы, по-моему, 9% у нас была скидка. Он говорит, а что это у него на 21% работает мозг, а у всех на 3%. Ну, как бы так, пошутил, а хотели бы, говорит, сразу, сходу больше узнавать о Библии. Ну, так я как бы и не ожидал, сначала одно, потом другое. Я говорю, да, хотел бы. Он показывает мне две книжки, вернее, брошюра «Что требует Бог» и книгу познания. И говорит, ну, вот здесь больше информации в книге познания о Боге, а здесь меньше. Ну, как бы и о Библии, помогает разобраться в Библии. Как бы он очень правильно говорил. Ну, я говорю, хорошо, давайте то, что более полно, потому что, ну, как бы я не привык где-то с краю, ну, мел, ну, по чуть-чуть углубляться. А предшествовало этому то, что мы ходили до этого постоянно в церковь на протяжении нескольких лет и носили десятину каждой, ну, в православную церковь носили десятину. И мы как бы начинали, ну, как бы верить в Бога. Ну, как бы не полная уверенность была, но мы понимали, что нужно что-то отдавать людям. То ли это церковь десятина, то ли это нищен. Ну, я там помню, при разрухе у меня десятина была там, я не помню, ну, очень большая. Я бабушке, когда одной сто долларов дал, милостыню, то она чуть не упала. Ну, так вот, ух, удивленная. Ну, у нас это искреннее побуждение было просто раздавать, ну, как бы мне друг Баптист сказал на тот момент, он тогда с Баптистом ходил, но еще не был, не крещен был. И он говорит, десять процентов это то, что не твое. То есть, Бог тебе дает ровно на десять процентов больше, и ты их должен отдать. Это как, ну, проверка, ну, будешь ли ты такой. И мы, ну, без всякого сожаления, я даже до сих пор не сожалею о том, что, да. То есть, вот, ну, надо было, мы считали, что мы другим людям помогаем. Ну, вот так, так мы и познакомились, начали изучать. Так, Сергей, благодаря тебе. Скажи нам, какие преимущества или обязанности ты достигла в этой организации? Ну, смотри, дело в том, что мы не так вот резко пришли к пониманию того, что мы будем свидетелем Мегова. Я вот, даже когда мы изучали Библию, я, ну, особо не вникал в текст и никогда не подчеркивал в книге. Я даже ее в руку не брал, эту книгу, познание. Вот уже, когда после этого мы начали изучать, что требует Бог, то я уже ее в руках держал. А до этого я просто так сидел на диване. Они задают вопрос, мотивируют, что нужно готовиться. Я говорю, это вам нужно, мне это не нужно готовиться. Я говорю, то, что вы вчера говорили, могу дословно практически передать. Я говорю, зачем? А они, ну, всегда удивлялись, потому что абзац они читали, ну, жена там читала, или они читали. И я мог повторить пол абзаца слово в слово. Я говорю, смысла я не вижу в этом. Ну, как бы они смирились, нормально такие, учителя смиренные были. Ну, и таким образом, постепенно, постепенно я, придя на собрание, ну, очень редко ходил. Я не любил ни собрания, ни вот такие встречи. Изучение, ну, как мне посредственно нравились. Ну, просто пообщаться с людьми. Очень, вот этот брат очень любил мотивировать. Он говорит, видя, что у меня так материальная сторона очень меня занимала тогда, ну, работа там, и он мне говорит, а я хочу тебе тайну сказать одну. Ты знаешь, сколько миллионеров среди свидетелей Иегова? Я такой, я не знаю. А он говорит, в конце изучения я тебе скажу. Вот так заинтриговал, но ответ его вообще меня потряс, ну, потряс просто. В конце изучения он говорит, а среди свидетелей Иеговы все миллионеры, потому что в будущем у них будет земля там, и все. То есть, ушел от ответа больше всего. Да, конечно. Да. Ну, в общем, ну, мне нравилось с ним общаться, вот так, честно. И потом на книгоизучение начал ходить, и так постепенно, постепенно вливался, чисто из-за отношений с людьми. Вот были хорошие люди, общение было, чаепитие. На собрание, я же говорю, я не хотел ходить. И когда я пришел на собрание, там, раз, может быть, в месяц я начал посещать, где-то в течение полугода, очень редко. Когда мы изучали, практически не ходил. После изучения начал книги, чему, познание. И придя на собрание, меня там подходили, начали общаться. И один раз этот брат, с которым изучали, говорит, ну что, ты подходил к старейшине? Я спрашиваю, в смысле подходил? А что мне к нему подходить? А он говорит, ну, чтобы быть возвещателем, ты же же все знания имеешь, совсем вроде бы согласен. Но я не был совсем согласен. У меня был один момент, 14-й год. Вот с 14-го года я прозрел, что это неверная дата. А тогда мне нужно было, вот сомнение было, единственное сомнение по этому поводу. А, Сергей, ты уже с начала ты имел сомнение? С самого начала. Я из-за этого не спешил быть крещеным. Но как-то, или у меня работы очень много было, или мнение просто, стих, не помню, по-моему, в языке Иля, тому, кто, сейчас, или Иеремия там говорила, что сложи венец твой, Седекий, было сказано, доколе не придет тот, кому он принадлежит. И они этим стихом, вроде бы такой стих посредственный, но мне как бы его вроде бы не хватало, что это указывает на Иисуса Христа. То есть, у меня вопрос не был в этих вычислений, 2520 лет, а вопрос был в том, является ли Иисус Христос как раз той личностью, после Седекии, что не было личностей, поставленных Богом. Вот, вот этот у меня был вопрос. И, ну, на тот момент мне этот стих как-то раз, вроде бы, все объяснил. И я сейчас понимаю, что я зря на нем, на этом моменте концентрировался, а не на других, на вот этих обманах, связанных со сном Навуходоносора и с разрушением Иерусалима, что не в этот год было. То есть, не на том сконцентрировался. Ну, понятно, это сыграло роль, что я согласился. И, в общем, несколько раз этот брат говорил мне, ну, что подходил, ну, что подходил. Я уже не выдержал и говорю, ладно, я подойду сейчас. Я пошел, подошел, подхожу к старейшине, говорю, так и так, я хочу быть возвещателем, хотя я не хотел. Ну, как-то больше страх вот этого уничтожения, Армагеддон, только народ Бога спасется. Вот. И плюс у меня в памяти, что я обещал Богу ему служить, а вроде бы параллели красиво свидетели показывают, что кто сегодня исполняет волю Бога, у них тоже вроде бы действенная религия. Ну, и таким образом мне получилось вовлечься в эту секту, и я попался. И подошел к старейшине, старейшина посмотрела на меня, он очень высокий, такой, под 2 метра, и весит там 150, наверное, килограмм, ну, очень здоровый. Старейшина такой смотрит на меня сверху и говорит, ну, ты на бандита похож. В катоне ходишь, там, катоновая рубашка, катоновые, это, я на собрание так приходил, все в костюмчиках, или в брюках хотя бы, в катоне вот так, то в спортивном, то в катоне приду. И с телефоном такой, сенал был удлинитель телефонного номера, с большой антенной, мобильных не было тогда. И такой, говорит, что ты лысый, вот как сейчас, говорит, как-то странно, что ты хочешь быть возвещателем. А я говорю, так я буду, куплю костюм, если надо. Он, хорошо, договорились на посещение, на собеседование, таким образом мы получили, ну, право проповедовать. И в 2017, ой, 1999, ой, нет, в 2000 году, получается, в апреле мы сдали первый отчет, как некрещеное. Крещение было осенью в октябре этого же года. И потом, постепенно, мы были сначала в собрании, Северное собрание Черкассы. Постепенно старейшина мне давал какие-то обязанности. Сначала я там стоял на входе, там два должны были стоять возвещателя. Вот меня поставили, будучи там крещеным, и я здоровался. То есть, это такое преимущество было, руку протянуть. Мне так это нравилось, ну, благодаря этому, как бы, вливаешься в коллектив. Ну, как бы, гоп, и ты уже нужный человек оказался. То есть, тебя так приподнимают. Потом старейшина Гена Меськи, который участвовал против меня, ну, сначала делали ко мне пастерское, вот. Вот этот Гена Меськи, он меня подтягивал, чтобы я стал этим служебным помощником. Он мне давал весь проводить группу книгоизучения, сам присутствовал, ну, и меня как бы обучал. И еще одного там брата готовил. В нашей группе было два, как бы, они считали, ну, перспективных, чтобы стать служебными помощниками. После этого у меня очень много было в этом собрании, когда я был. Проблем, ну, я не мог понять, я пришел, как бы, из мира, брал на работу свидетелей, переключался постепенно, и у меня вот этих мирских людей практически не осталось на работе по стройке. И у меня очень много было проблем со свидетелями. С теми не было проблем. Даже там алкоголик, но я всегда решал эти вопросы. Они, ну, как бы, я же подбирал нормально. А у этих то собрание, то конгресс, то какие-то нелепости. Мы не хотим, чтобы тут мирские с нами работали, а сами не успевали. И таким образом возникали конфликты, и, ну, страдал и я там, и в материальном плане, и на меня, ну, всякие глупости говорили, собирали различные старейшинские посиделки там, приглашали. Они подавали на меня какие-то кляузы или жалобы старейшинам. И вот с моего собрания, с их собрания, вот четыре старейшины, их там четверо, восемь человек, на меня одного, типа, заплати им деньги. Я говорю, ну, они сами виноваты. Ну, если так не вдаваться в подробности, когда я перешел в другое собрание, брат подошел ко мне, Саша Прус, и говорит, ну, у тебя там проблемы. Он координатор был совета старейшин. Говорит, можешь мне рассказать? Я говорю, а что рассказывать? Тебе ж, наверное, там написали, какой я плохой. А он говорит, нет, я хочу разобраться в этом вопросе. Я, говорит, знаю тех братьев, ну, которые против меня, они такие неблагонадежные, они, ну, хитрецы. Там было два служебных помощника, ну, из них тогда, один вообще стал старейшиной. И он говорит, нет, надо как-то разобраться. Ну, в общем, он начал разбираться с городским надзирателем. Тоже они там собрались и разобрались. И потом мне звонит и говорит, они извинились перед тобой. А я говорю, а что они должны? Ну, все, мы разобрались, каждому позвонили, сказали, что все они неправы. Старейшины должны были. Четыре, извиниться. Четыре старейшины. И вот эти четыре участника этого процесса. Никто, кроме одного служебного помощника, один служебный помощник извинился, который стал потом старейшиной. Пуха Андрей. Все остальные проигнорировали. Ну, то есть, они мне сделали репутацию плохую. Ну, все, все, все. Ну, неважно. И этот старейшина, который разобрался, он понял, ну, что я здесь ни при чем. И начал меня так как бы, мы дружить начали. И он начал меня готовить на служебного помощника. Ну, тоже видел, наверное, перспективу в этом. Он давал мне до этого обязанности проводить эту группу, тоже как заместитель. Ну, я не в его группе был, но в любом случае, где-то я в группе его брата родного, Женя Прус. И в той группе Женя меня тоже, я его замещал. Вел счета собрания, там, год или два. Потом переключили меня на озвучивание. И озвучивание вел с участками вместе. Потом опять счета. Ну, в общем, вот этих куча обязанностей было. Потом, я не помню, где-то 2005, скорее всего, год был. Может, 2004. Меня назначили служебным помощником. Подходит ко мне опять этот Саша и говорит, ты не против, если мы тебя объявим служебным помощником на этой встрече? А я такой в шоке. А ничего же я не знал. Они же сами там решили. Ну, как бы до этого же общались, что желал бы я. Ну, желал, да. Ну, объявляют меня служебным помощником. Дают мне одну группу, потом еще одну группу. То есть, я книгоизучение две группы вел. Одну в территории, а другую в Черкасса. И был служебным помощником. У всех, даже там старейшина один был, у которого не было ни одной группы. А я вел две группы. Ну, потому что у меня машина была. И я мог и там, и там быть. Ну, они меня, конечно, спросили, возьмусь ли я. Ну, я брался. Все, что не давали. Даже не посильные. Не досыпал из-за этого. Вот. И что получается? Проводил. Убрали, когда группу книгоизучения. Стали только встречи для проповеди проходить. Они говорят, ну, вот территория, которая была, группа моя в территории, там 28 человек было. 28 человек. У меня была группа. Потом их добавилось там, около 33 стало. И я эту группу должен был весь проводить. Мало того, что просто там встречи. Но нужно было еще, ну, для проповеди. Но еще нужно было те пункты, которые они не были. Тогда не было этих трансляций по телефону. И все. Я школу, я проводил там, кроме учебных заданий. А вот именно. Хотя даже в начале учебные задания некоторым изредка давал. И меня тогда где-то и назначили служебным надзирателем. Собрание. Еще у нас два собрания было. Но было, по-моему, наше собрание не разделилось еще. Но было у нас, по-моему, три старейшины. Но почему-то меня назначили служебным надзирателем. Они говорят, ты сильно много проповедуешь. Я был этим подсобным пионером три года до отмена. Ты, говорит, очень много проповедуешь, много делаешь в этом. И у тебя лучше всего, типа, получится быть служебным надзирателем собрания. Хотя эта должность принадлежала старейшинам. Ну и вот так. То есть я расписывал им, какие темы они должны проводить. Наперед надо было продумать в связи с какими-то или праздниками, или действиями. То есть не просто так, а вот это, вот это. То есть этому времени я уделял даже больше, чем вел когда счета собрания. Вот реально, чтобы расписать, ну вот именно отдать душу как бы этому делу. Этого никто не понимает и не знает. Я понял, как потом другие были служебные надзиратели, как они подбирают темы. Они просто по списку взяли с НЦС там или листка, там были темы, шух-шух-то и все. Ну очень просто. Я пытался находить всегда вот какое-то зерно где-то поглубже, такие интересные моменты. Даже сам писал некоторым там служебным помощникам сценарий. Ну нету, ни в НЦС, нигде нету этого. Я сам придумывал, говорю, вот так, ну оно актуально будет. И после этого у нас разделилось собрание. Я примерно около двух лет, наверное, был служебным надзирателем собрания. Появились у нас новые старейшины. И я стал заместителем. Карен стал старейшиной. Это тот, кто тоже против меня в комитете участвовал и делал пастырское. Он стал старейшиной. Хотя я до него был служебным помощником. Ну как мне потом этот Саша Прус говорил, что некоторые старейшины против меня одни из-за зависти, а другие из моего характера. Что я прямо всегда говорил. Я мог ему сказать, ты не прав прямо вот в присутствии кого-то. Или ты лжец. Ну такими громкими словами. Ты только что соврал. А он там начинал, ну нельзя так, ну вот это все. Я говорю, я так не могу. Я только прямо. Мне постоянно намекали, там, приходили старейшины с Библией. Ну ты бьешь. Делали перед районным посещение. Ты бьешь Библией людей. Ты вот это. Я говорю, я не бью. Здесь написано. А делают пусть сами выводы. Ну вот так. Ну как-то они усматривали в этом. Ну понятно, со временем я как бы с этим начал справляться. И менее так начал прямо говорить. Ну как бы маскировался. Хотя внутри у меня было всегда так прямо. Рассказал и все. Вот. Ну таким образом происходило. Преимуществ много. Потом другого стал я. Потом только звуком начал заниматься. Ну в общем всегда какие-то обязанности были. Я вижу, что ты очень стремился просто. Да, да. Я не говорил, не показывал, что были у меня побуждения старейшин. Мне не нравилось, когда я видел, что другие стремятся быть старейшиной ради того, чтобы выйти на сцену и красиво прокукарекать. Ну понимаешь? Спеть песенку. И походка меняется у некоторых. Когда шпингалет 20-летний становится старейшин, мне смешно было. Ну какой он старейшина? Я даже подходил и говорил, так в Библии нет такого. Старейшина это старый мужчина. Я говорю, там пресвитеры были, но всегда в израильском обществе это совсем другое определение. А они тоже сразу меня напрыгивали. Говорят, как это ты? У нас тут написано в организованной. Я говорю, что угодно может быть написано. Ну я говорю, на столбах тоже пишут и на заборах разные вещи. Ну это же не означает это. Ну вот так. И меня постоянно клевали за это. За эту прямоту, что я им говорил. Давай, Сергей, скажи сейчас, когда и по какой причине возникают твои первые сомнения? Первые сомнения, да. Первые сомнения возникли, знаешь, вот меня когда спрашивали, мне казалось, что первые сомнения возникли там за год до, ну поначалу. А потом я вспоминаю многие моменты, что у меня не было прямого сомнения в организации, что она вообще самозванка, ну эта организация. А у меня возникли, может быть, даже за лет, там, ну три года назад точно возникли. Три года до исключения, не за год, как я раньше думал. А потом еще думаю, ну возможно они у меня даже на протяжении всего были. Потому что вот этот мой характер, подмечать вот эти нюансы, и я всегда, то что не согласен, я всегда высказывал. То у меня постоянно они были на протяжении всей карьеры свидетелей Иеговы. Но более всего, вот где-то за три года до или четыре, за исключение, у меня были, возникали вопросы на конгрессах. Там выступает районный надзиратель, начинает говорить глупость какую-то. Ну вот она явная глупость. То есть соль потеряет силы, там имейте, как он сказал, что речь приправленную солью, это означает, что мы как солим мы пищу свою, то это то же самое. Я говорю, однозначно это не то же самое. То есть это сохраняющее там свойство соли мела. То есть и здесь речь христиан призвана сохранять жизнь. Ну как бы значение не то. Оно и правильно вроде бы говорит, но не то совсем значение. И таких масса вопросов, которые не влияли на основу учений, у меня постоянно были с, ну, я с журналами постоянно не был согласен. Я видел, ну, как бы, зачем этот стих приводится. Он вообще здесь ни к селу, ни к городу. Он вообще о другом говорит. А его приводят как бы к этому. Ну как бы я видел эти спекуляции, но я не называл тогда спекуляциями. И вот эти сомнения, они нарастали, нарастали из-за того, что там конгресс. Я вообще не мог понять, зачем конгресс. Я никогда не любил конгрессы. Ну, масса там, я всегда спал на конгрессе. Ну, ввиду, много я занят был, ну, в работа, считай, там, обязанностей много. И я уставал. И еще мне этот конгресс, если далеко ехать, я все, я вот так, голова у меня падала. Никогда записи не делал. То есть, вот эти вещи, которые обязовывали, там, надо держать, надо открывать все стихи Библии. Я говорю, зачем? Ну, если я на памяти его знаю. Зачем? То есть, вот это, ну, чувство возникало, что тебя заставляют делать то, что, ну, противоестественное даже. Вот как бы все нутро говорило нет. И в октябре у меня должна была быть речь 2016 года. За месяц до этого, за два месяца я выбрал речь. Ну, уже несколько лет я выбирал речи не по пророчествам. Раньше любил пророчества, там, вот такую глубину какую-то. И из-за того, что у меня были сомнения, что многие пророчества не верны, плюс вот это, то, что должен был прийти Иисус в 2014 году, и вот эти вся, всякая вот эта глупость, меня она напрягала. Я чувствовал, что нет у меня свободы, ну, в выступлении. И я отказался от пророческих каких-то. Я только соглашался, там, потоп, ну, про ноя рассказывать, там, доказательства потопа. И о качествах. И я очень много переключился на качества. Хотя в некоторых качествах мне нужно было самому улучшиться. Ну, я, как бы, даже и со сцены говорил, вот этого у меня нет, но это вот нужно. Ну, например, старайтесь, там, мы будем вместе. Всегда обращал внимание, мы. А, кстати, еще ты о преимуществах спрашивал. Я был руководителем, еще школу теократического служения проводил. Ну, эти учебные задания, какой-то период. А потом заместителем стал, когда появился старейшина. Когда не было старейшина, я проводил еще школу на собрании. А, а ты был только служебный помощник? Только служебный помощник. Я же говорю, было очень много, ну, вот этих вещей. Ну, короткий период я школу проводил, может, пару месяцев, пока старейшина не появился. Появился старейшина. Самместитель просто. Да, я стал заместителем, я в дополнительном зале проводил. Вот. Ну, и расписывал, естественно, я расписывал, давал еще и задания эти. Ну, в общем, кошмар. Вот обязанности было, ну, просто тьма. Ну, вот. И вот об этом сомнении моем. За два месяца я выбрал речь. Потому что тогда уже не давали речи, нужно было, можно было самому выбирать. Я выбрал речь о качестве и начал входить в интернет, ввел в поиск. Меня просто не устроило план речи. Вот полностью меня не устраивало. Там натянуто все, и там такие понятия встречались как раз, как кросс. Кротость, например, да, кроткий человек. И объяснялась в публикациях то, что это мягкий человек, там, и так далее. Исследовав этот вопрос до этого, ну, я постоянно хотел на собрании сказать, что это неверная трактовка. Вернее, она как бы и верная, но не совсем верная. Она центральную идею не показывает. Исследовав этот вопрос, слово кротость буквально означает крот, который трудится под землей. Никто, даже некоторые не знают, как он выглядит, на этот крот. А по его действиям, по этим холмикам, люди понимают, что он есть и он что-то делает. То есть кроткий человек, он трудится на благо других, ну, и старается быть незаметным. Вот это кроткий человек. Прекрасная миссия. Да, вот такое объяснение. Ну, никак не тот, которому выжил так, ляп-ляп, подставь левую, подставь правую, лоб подставь, а давай под затыльник тебе дадим. Ну, как бы, общество, оно сделало другое объяснение, ну, как бы, и мне кажется, это даже в других церквях. Так, для того, чтобы человеком легче было управлять. Вот, как бы, другую сторону показать. Да, это такой человек, если он действительно роется, ну, незаметным образом, то есть он и мягкий, там, и, ну, то есть у него есть это качество. Вот, то меня не устраивало это, я вбиваю в поиск полное название речи, и выскакивает сайт ящик ответов. Вот есть у свидетелей ГОВа ящик вопросов, а это сайт ящик ответов. Очень интересно, и там вылазит эта речь, ну, как будто там критика этой речи, что кто-то на эту тему рассказывал. Я сделал закладку и обращался к этому сайту, и много-много-много исследований своих проводил с помощью и этого сайта. Обращал внимание на то, что не сильно отличалось от учения свидетелей ГОВы, что они объясняли. Но они более как-то, мне показалось, они более широко даже, чем энциклопедия свидетелей ГОВы объясняют. Вот именно, да, вот такие серьезные вопросы, непонятие слова, там, вот эта все билетристика, вот эта, которую, во-первых, она никому не нужна, ну, на самом деле. Многие моменты там, как бы, замутили свидетелей ГОВы до такой степени, что человек сам, он объяснить не может, он запутывается сам. И оно не надо для сути, понимания сути, это не нужно. А у них вот как раз они объясняли то, что нужно человеку понимать. Ну, мне очень нравилось этот сайт. И начал исследовать, исследовать, прочитал о их цели. Они, оказывается, называются помазанниками. Ну, являются свидетелями ГОВы, но втихаря это делают, не афишируя. И многие вещи я начал, ну, соглашаться, соглашаться. Когда я более широко рассмотрел их, ну, тему, то далеко не половина, ну, на сегодняшний момент я с ними согласен. Но, в принципе, то, что они обличали общество Сторожевую башню, они все это четко делали. Вот все, что напридумывало общество, основываясь якобы на Библии, они все четко это показывали. Что это все, ну, учение башни, оно, ну, и очень отличается от библейского учения. И я с этим начал соглашаться, и таким образом я еле-еле выступил с этой речью. Еще с ней меня пригласили в два собрания, потому что всем понравилось. А что самое интересное, я по плану использовал два или три стиха всего. А всем понравилась речь, потому что я говорил о сердце, ну, там о качествах было. Ну, а никто не заподозь, даже один старейший на мне подходит и говорит, ты знаешь, у меня эта речь была, ну, как бы пару лет назад, но она у тебя совсем другая. Но мне понравилось. Он даже не удосужился план проверить, что там. Вот, и вот когда эти сомнения у меня вот были, дело в том, что я два месяца, на мне лица не было. Я плакал, сидел перед компьютером, когда разбирался. Я не только этот сайт, я прочитал книгу «Кризис совести», я начал очень много читать исторических книг. И на этот момент я просто, вот я рыдал. У меня настолько все, вот я себя чувствовал настолько обманутым. Ну, понятно, я сам пришел в эту систему, я добровольно, там, а то пишут в комментариях, ну, ты же сам пришел. Ну, вопрос-то не в этом, а вопрос в том, что, как обманывают в этой организации. Да, я сам, ну, поддался я, ну, они же-то обманщики, это же не делает их, ну, святыми людьми, да, вот свидетели и головы. Вы обманщики, особенно, ну, я говорю о писательском отделе. Потому что, имея ту информацию, которую имеют они в доступе, они кривят душой, они, ну, это не честно. Потому что, когда у меня появился доступ к, ну, я как бы сам решил, он у всех есть доступ. Но мы же так привыкли, как свидетели, закрывать все, что идет мимо. И я вот открыл просторы интернета, начал высматривать много, послушал пару этих комитетов, записанных на диктофон. Я вообще, на меня такой был удар сильный, что один раз, когда я оставил компьютер включенным, а жена утром пришла, включил, ну, его раз, экран загорелся, и этот сайт как раз был открыт. И она на меня, как начинает, она ее трусила, ты что, отступнические сайты смотришь, там, как начало, там, я в шоке. Я понимаю, что она пойдет, заложит по инструкции меня. Я же начинаю говорить. Дочка тоже расплакалась, что раб лжец, я говорю, он лжец. Дочка расплакалась, такого не может быть. Вот реально до такой степени мы, ну, переживали, как бы, наше устремление верования, и оно же, как бы, сразу раз и обрезалось. Вот вроде бы закрыли ворота, в новый мир закрыли ворота, вовсю. Ну, вот, в общем, долго я с женой общался насчет этой темы, мы разбирали все вопросы. Она потом, я ей давал стихи, говорю, бери самостоятельно. И, ну, реально, она разобралась со всей этой ложью. И я понимаю, что я не могу молчать. Если бы я молчал, ну, ничего бы не было. Я понимаю, что рано или поздно меня исключат. Но я, как бы, не хотел, знаешь, вот так, не согласен, там, с десятью вопросами. И это типа, все, это очень плохо. Все остальное перечеркивать. Есть же у свидетелей и правильное учение. Ну, есть. Поэтому я решил разобраться абсолютно во всем, ну, на то, что у меня хватит сил. Ну, как бы, вывод я сделал, что здесь правды нет. Ну, то есть, это не может быть истинной религией. И Бог никоим образом, ну, на тот момент я думал так, что никоим образом нет его участия и близко в этой организации. Я начал по пунктам все-все-все разбирать. Все, что, ну, приходило на ум в этом вопросе, там, в том вопросе. Я там Базарта, Барта читал, Баркли, ну, вот этих теологов. В Далласскую, вышел на Далласский университет библейский. Там тоже много информации. В общем, я очень много перечитал. Ну, за полгода, наверное, к них 20, наверное. Это, да, и очень, ну, толстых, ну, серьезных трудов. Очень много. Я читал по 8-10 часов в день. Вау. Каждый день. У меня глаза болели, я не мог остановиться. Да, реально так. И в телефоне, и в компьютере читал. Вот. И потом, понимая, что меня исключат, я уже, ну, начал готовиться. Думать о том, как меня себя вести, когда до этого дойдет момент. Хорошо, Сергей. Так, скажи, вот, когда и по какой причине ты был исключен из организации, свидетелей головы, можешь сказать? Да, да, смотри, это был, получается, 16-й год, когда я уже начал очень серьезно понимать, что меня исключат рано или поздно. Я не думал, что так быстро. Ну, поскольку я со многими делился, там вопрос бороды как раз разбирался на собрании. Прямо вот собрание было. Я смотрю, столько недовольных людей этому. И я что, ух ты, есть люди с мозгами. Я начинаю с парикмахерши, которая стригла свидетельница меня, рассказывать. Она там за бороду, она так возмущалась все. А я думаю, ух ты. Ну, то есть, я осторожничал. Ну, я не всем там, да, на собрании сейчас. Я хотел, конечно, сказать, что когда Авраама обсуждали, хотел руку поднять и сказать, что Авраам лжец. Что вы из него сделаете правдивого, там, не имеющие, если кто-то не имеет права знать информацию. Ну, вот этот бред свидетельский, искажение, что такое ложь и что такое правда. И я вот так поднимаю руку. Я с женой говорил вечером до этого, что Авраам лжец, и я скажу на собрании. И когда вопрос был, я поднимаю руку, она ее опускает. А брат, который его смотрит, жена не дает сказать. Ну, вот так. То есть, у меня уже были порывы, какие-то вещи. И многие вещи я говорил, что журналы, я прямо со сцены еще в пункте говорил. Журналы, это не то, что нужно человеку. Нужна Библия. То есть, я вот прямым текстом, ну, с таким серьезным намеком это говорил. Другими словами, я говорил даже, да, выбросите их. Я на встрече для проповеди говорил, а вы их выбросите, попробуйте контекст разобрать. Ну, не намекая на то, что там ерунда, а просто, что это не нужно. И вот как происходит, начинаю с этой парикмахершей делиться. Она потом мне начинает писать, что, типа, ты должен обратиться к старейшиной. Я там, я говорю, на основании чего? Она мне какие-то стишки пишет. Ну, не осталось той переписки. Я эти все абсолютно стихи обернул. Говорю, все это говорится о грехе против тебя. Каким образом я против тебя согрешил. Я тебе хоть палец укусил за палец, или что я сделал такого, что ты должна меня там закладывать. Я с тобой общался. Это чисто мое мнение. В общем, это меня еще больше начало раздражать, вот этот фанатизм людей. С другим, с третьим. В общем, меня очень много людей закладывали. И начались, там уже есть, ну, в видео я раскрываю эту тему, что меня там пастырские, потом перестал я быть служебным помощником. Ну, а потом меня исключили в 2017 году, в августе. Ну, вот так. Когда и почему появилась идея о том, что ты создашь YouTube канал Солоскрытия? Ты, возможно, уже не что сказал об этом, но скажи еще. Да, вот как раз 2016 год, октябрь, примерно, в тот момент, когда я понял, что это однозначно не организация Бога, но без спешки, с болью в сердце, но без спешки я думал, что нужно собирать материал. И я вот пастырские посещения два записал на диктофон и понимал, что в конечном итоге я приду на YouTube, и я буду освещать эту тему. Вот так. И первое видео я записывал комитет, потом апелляционный. Апелляционный я не шел ради того, я даже там и сказал, чтобы они услышали. Не ради того, чтобы они меня восстановили или приняли решение, что неправильное было решение об исключении на правовом комитете. То есть, моя цель была еще им. Ну, чтобы в памяти у них отложилось, до какой степени они фарисеи и, ну, народ, который, я не знаю, лишен всяких чувств и совести, ну, по сути. И шел, как бы, осознанно. Ну, и плюс я уже понимал, что я и эту часть выложу на YouTube. То есть, YouTube за год до того, как я начал создавать этот канал, он уже в планах был. Да, да, отлично, ладно. Скажи еще, какие результаты ты получаешь благодаря этому каналу? Ну, знаешь, я же недавно потерял камеру в свою видео, которая была куплена, ну, не, конечно, не для YouTube канала, ну, это дорогое оборудование было. И я очень сразу так расстроился, что, ну, понятно, это потеря, расстройство, ну, дорогое оборудование. Вот, я снимал очень, ну, качественно. Сейчас с телефоном снимают. То, вот у меня было расстройство, но я понимал, что результаты есть серьезные. Вот я даже так думаю, нет, я какое-то время, пока камеру себе не куплю, другую, ну, хорошую. Я не буду снимать, ну, лицо. Ну, в том плане, что, то качество как-то, вот меня не устраивает. Я всегда снимал в идеальном качестве, всегда стремился к новому оборудованию. Я думаю, я буду делать такими картинками, вот как есть блогеры, да, они там никогда не показываются, или рисуют что-то, или просто закадровый голос. Ну, а вам думаю, многие написали там в комментарии, что, ну, это не так важно для нас информация. Ну, я думаю, ладно, ну, что, буду снимать. Когда будет возможность, будет нормальное оборудование. И результаты очень как раз ободряли к этому. Потому что каждый день, вот уже на протяжении, наверное, двух месяцев, бывает в день один новый человек мне или напишет, или позвонит, а бывает два или даже три человека, которые вышли там неделю назад, месяц назад, и собираются выйти. То есть количество людей, вот даже один человек написал, бывший старейшина из России, он мне в сообщении ВКонтакте пишет, говорит, зачем оно надо, ну, как бы, не лучше ли группы создать, просто как бы. А я ему говорю, ну, что оно влияет. Ну, люди думают, что не влияет. Я долгое время даже думал, ну, как-то так, больше критики было, чем позитива от этого. И мне настолько было тяжело еще справиться с гневом, потому что я там писал, ах вы ж, и пошло. Сейчас я просто понимаю, что таких людей надо удалять, или просто игнорировать. Потому что, ну, наверное, их цель вывести, ну, меня там, и тех, кто поддерживает этот канал, ну, как бы, вывести из себя, чтобы потом показать, вот какие они отступники. Вот. Вот. Но вот результаты огромные. Десятки людей, я знаю, и в Германии там выходили с собраниями по 10, по 30 человек выходили одновременно. И многие, обращаясь, пишут, что, или говорят, мы, например, хотели, вот был недавно звонок, я хотела восстановиться, одна женщина говорит, в собрании была исключена, но наткнулась на мой правовой комитет, случайно, говорит, каким образом просто наткнулась, послушала и приняла обратное решение, что оно это не надо. То есть, некоторым хватает одного видео, некоторым надо больше информации, а некоторым они, сколько бы их не было, и тысячу видео, их это не спасет, ну, ну, не хотят понять, ну, ну, то есть, да, и очень много. На самом деле, столько много людей, группы есть, и у нас в Битриксе есть, и в ВКонтакте общаемся, очень много людей, и масса людей тайных, будучи еще свидетелями, и из-за заложников, их родственников, они не могут выйти. И они каким-то образом пытаются еще, ну, подготовить людей других, помочь как-то, то есть, вот таким образом. Некоторые просто не хотят давать интервью. Ну, они вышли, и они уже считают, ну, настолько неуставшими от этой всей системы, что эмоционально не выдерживают. Это не значит, что там мало интервью, то мало людей. Сергей, еще скажи, если, поправь меня, если ваш канал, YouTube канал, Сола Скрептура, есть самый большой русский, для русскоговорящих людей, возможно, так сказать или нет? Да, я думаю, да. Я тоже. Да. Ну, многие сами пишут, что у вас самый большой ресурс, именно для русскоговорящих. Ну, мы недавно просто, если так за год, то 1650 там с копейками уже подписчиков, около 3-6 человек в день подписываются сейчас на канал. Это каждый день новых. Да, поэтому, и мне кажется, что чем дальше, оно как в геометрической прогрессии идет рост. И вот как бы останавливаться там по причине некачественной камеры тоже нельзя, да. И, ну, для меня это как вот, ну, не просто даже хобби. Хобби – это когда тебе нравится этим заниматься. Ну, мне не то, что нравится, я просто понимаю, насколько это больно, ну, когда ты обманутый. Я просто эти свои чувства помню. И я понимаю, что очень многие люди сейчас обманутые. Волей, неволей, лично это их выбор или нет, ну, я вот этого, ну, я не могу с этим смириться. Вот видя лжеца, для меня самый большой грех, ну, самый большой грех по жизни был. Даже не убийство, а ложь. Ну, вот я как-то не могу. Да, бывает, вот лживый человек, он очень, ну, как бы делает, ну, и себе плохо, и другим плохо. Для меня это самый низкий человек. Ну, для меня, это чисто мое такое понимание. Я не могу с этим мириться. Я тоже так чувствую, как ты. Хорошо. Да, еще один вопрос. Аудитория в Чехии и Словакии хотела бы узнать одну вещь. В России была деятельность свидетелей Гови запрещена. Что это значит на самом деле для свидетелей Гови, если можно сказать? Запрет, да. Очень интересно. Я не разбирался. Будучи в собрании, как раз же это суды все происходили о запрете. Я еще в собрании был. Мне настолько это было неинтересно, по причине того, что, ну, как бы логика подсказывала. Если конец, ну, должен, там, запрет религии быть, да, там, Иисус говорил, что гнали меня, вас будут гнать, да, там, ну, вот это все. Я думаю, что вы удивляетесь, что происходит что-то подобное, как бы, как по пророчеству, происходит в России. Поэтому мне неинтересно это было. Я, ну, думаю, ну, если это воля Бога и так должно быть, то что вы сейчас это, мечетесь и прибегаете к судам? Апостол Павел, да, вот интересный момент, я просто сейчас вспомнил. Вот этот Калин, я аж потом начал смотреть, он там выступил, что типа подобно тому, как апостол Павел к Цезарю взывал, да, к Цезарю взывал. И мы взываем к Цезарю. А я думаю, так это ж чистой воды, ложь, так ты лжец мне, это вообще не подобно. У Павла было варианта, судить его должны были или там, или там, и Павел выбрал к Цезарю, чтобы там его под тем законом судили. То есть, это выбор был суда. А свидетели Его говорят, что вот мы должны, как бы Павел говорит, что мы должны обратиться в суд. Ну, то есть, до такой степени, ну, лживая политика, вот, свидетели Его, и такая манипуляция хитрая. И, ну, для меня это было совершенно все равно, что там творится. Ну, вот, честно. Ну, я даже думаю, ну, и запретят в Украине, хоть во всем мире запретят, если это должно быть. И тут, ну, происходит этот запрет, я начинаю, ну, понимать, что это ложь, и начинаю этими вопросами интересоваться, как раз запретом в России. Оказывается, что первая, ну, как бы, ласточка к запрету только определенного вида деятельности была. То есть, власти федерации хотели, чтобы люди, свидетели Его, не приставали к прохожим и не ходили по домам. То есть, это был сигнал, не нужно... Это было все только. Да, это и все. То есть, у них было требование, не надо нас навязчивыми быть. Вот и все. Вы можете исповедовать, вы можете так же, как пятидесятники, там, харизматы, давать объявления, приходите к нам. Ну, не надо к людям приходить и заставлять их убеждать, там, и все остальное. Вот. Более того, это точно расходится с Библией. Я понял, что в Библии этого нет. Когда Павел говорил, я проповедовал вам по домам, он писал в синагогах и по домам. Но не от дома к дому. Он не по домам, это значит, его кто-то пригласил после синагоги. Они же гостеприимные были. И вечерами сидели, начинали, ну, общаться и обедать, ну, ужинать, вернее. То есть, Павел говорил, что я проповедовал у вас по домам. Не просто ходил по домам, а у этих людей, которых там заинтересовал, может быть, в синагоге, на рыночных площадях. То есть, не было такого служения по двое от дома к дому. Это выдумка свидетелей и иголы. И я, когда это понял, думаю, так вас пытаются убедить, ну, свидетели правительства Российской Федерации пытаются убедить в том, что вы действуете противозаконно, не только, как в России, а вообще против Библии. Ну, вы навязчивые люди. Вы приходите обманом, заходите домой. Кто вы такие, говорите, мы не свидетели, мы там, мы просто христиане. Ну, это же тоже обман. Ввести в заблуждение. И мне это всегда не нравилось. Ну, я вообще, я даже встречи для проповеди проводил, я говорил, говорите честно. Свидетели? Да, мы свидетели. Ну, и все. Не надо рассказывать там, да, мы как все, мы христиане. Ну, это сказки. Ну, я не мог это выдержать. Понятно. Вот. То, этот момент был. Свидетели решили танки, ну, там, гусеницы, танки, пушки, свою армию юристов. Да, единственная религия мира имеет юридический отдел. Не имеет юридического дела католическая церковь. Да, монстр, ложная религия. А эти, такое ощущение, что это и есть этот монстр, да, имеют юридический отдел. И они все свои силы, уверенные, начали бороться. Не начали, ну, понимать, что да, действительно, что-то не то. Начали бороться. Ну, вот до чего доборолись. Теперь деятельность свидетелей Говы запрещена, ликвидированы все общины. Залы царства, которые они не успели обманным путем переоформить на зарубежные фирмы, они конфискованы. Ну, и правильно это сделано. Потому что, ну, обман, я тебе так отвлекусь, обман есть у свидетелей очень лихой. Мне с Германии, там, с Бельгии вот звонили и рассказывают. Построен был зал царства, старый зал царства. Общество Сторожевой башни решило этот зал царства продать. А новый, ну, поскольку там деньги есть, община собрала сама. Не то, что у нас тут помощь, и мы строим там за кредитные деньги. Отдаем их, и нам он не принадлежит. Какое-то вообще кино. То есть, это зарабатывание денег обществом Сторожевой башни. Они за свои деньги строят зал царства, эти бельгийцы, построили его. Тот зал царства продался, им не отдали деньги этой общине, а ушло в общество. Как там поделили его? Может, старейшины продали за 100 тысяч или 200 тысяч? Ну, там очень дорогая. Там земля 200 тысяч евро, мне сказали, стоила. Новая земля с оформлением, без материала и строительства. То есть, земля со всеми коммуникациями почти 200 тысяч евро стоит. Ну, понятно, сколько же там прошлый зал. Пусть он ветхий, то он там 300 может тысяч стоить. Он продан. Старейшины, может, оформили 200 тысяч. Обществу 100 тысяч себе. Ну, по рассказам, какие там старейшины, я так думаю, что этот вариант очень возможен. Вот таким образом и в России. Строятся залы царства, потом оформляются, через время продаются. То есть, все равно это зарабатывание денег. Община должна деньги, и это им не принадлежит. И, Сергей, еще скажи, что касается начальников, как бы возможно сказать, свидетелей его в России, где они? Где они? Они в России остались? Или, я не знаю, где они? Они в Латвии. В Латвии? Да. Латвия и Литва. Я всегда две эти страны путаю. В общем, Латвия. Ничего, ничего. Ну, просто они за границей. Может, в Литве, да. Они туда уехали, у них там адрес есть. Вот я общался с каналом Абрамовича. Я забыл, в каком он городе. И вот он мне сказал, что он там живет, и у них там находится этот центр свидетелей Иеговы России. Они туда все... Вот в том-то и проблема, что идеологи... Это есть такая поговорка. Вперед, орлы. Ну, как бы полководец кричит. Вперед, орлы. Ну, типа, в атаку. А я за вами. Но если... Смотри дальше. А если что, то вы за мной. То есть, смотря где кто первый, то здесь бугры, я их называю, бобры вот эти, хитрые люди, которые у руля находятся в обществе, в филиалах, да. Они все красиво перемещаются. Оставляют этих пацанов, я так их назову, 20-летних, фанатиков, которые не определившиеся в жизни, вот этих старейшим, общих пионеров. Типа, давайте, бобры, ну, там, орлы, да. Вперед, орлы, мы там будем, а вы вперед, давайте, проповедуйте, запрет, тюрьма, ура, давай. Да, но если что, то мы... Ну, что... То вы за мной. Когда это происходит? Когда надо лавры, что, типа, мы там страдаем, и публичные люди, и показать, что мы тут организация, они из-за бугра, получается, из-за границы. Они на первом плане. Вот и все. Вот такая у них политика. То есть, они слились, как говорится, вот в народе, слились. Вот так. Да, прекрасный пример для возвышающих. Прекрасный, точно, прекрасный пример. Как Иисус Христос, да? Точно так же, да? Сергей, я благодарю тебя за прекрасное интервью. Спасибо тебе, Сергей, за твое интервью. Я уверен, что мы еще встретимся вместе на следующих проектах. И желаю тебе всего хорошего. Петр, тебе тоже спасибо. И я знаю, когда мы встретимся, это будет уже твое интервью для нашего канала. Ну все, пока. Все, пока, пока, давай. Продолжение следует...